ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Среди мужчин первыми стали команда Москвы, серебро у Владимирской области и бронзу завоевала команда Татарстана. У девушек лучшей была также команда Москвы, второе место у Новгородской области и третьей стали девушки из Воронежской области. С вами, как всегда, по-прежнему в эфире комментаторы-эксперты, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион Европы Эмин Гарибов и двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный тренер СССР, судья международной категории Лидия Гавриловна Иванова. Здравствуйте, друзья! Тренеры уже настроены, спортсмены и гимнастки заряжены, телезрители уже у телеэкранов, а это значит, что мы начинаем, дорогие друзья, финал личного многоборья среди женщин. Интереснейшая борьба сегодня нас ждет среди таких, как Виктория Листунова и Ангелина Мельникова. Пожалуй, это будет самая главная интрига сегодняшнего дня. Ну и, кстати говоря, вот за третье место достаточно много гимнастов, которые могут побороться. Там у нас и Ульяна Перебеносова, и Мария Агафонова, и Ворона Яна. И, в общем-то, у них совсем очень маленький разрыв друг от друга. И будет очень интересно, между ними тоже будет интересная борьба, вот третье-пятое вот эти места, да. Но, я думаю, мы с тобой будем и со всеми зрителями свидетелями главного боя между Мельниковой и Листуновой. Обе достойны самых высоких порхов. Да, особенно после вчерашнего дня, когда не очень-то здорово выступили там Ангелина. У Виктории тоже были какие-то небольшие проблемы там, да, но тем не менее. Сегодня они выправятся всеми, точно. Это мы надеемся. Сегодня я подглядел в социальных сетях, времени поговорить с Ангелиной, конечно, не было. Но там она, в общем-то, рассказывала для всех, что сегодня она настроена по-другому, агрессивно. У нее сегодня такое немножко роковое настроение. Красная помада на губах, купальник цвета брызги, шампань и так далее. В общем-то, сегодня она готова удивлять нас своей красотой. Но это будет достаточно сложно сделать, потому что сегодня финал будет определяться по сумме двух дней. То есть зачет пойдет еще и вчерашние результаты квалификации. А сегодня нужно будет как-то пытаться догонять и сокращать этот разрыв в три балла, которые вчера она, в общем-то, подарила Вике Листуновой. Правда, скажем, это серьезный раз. И Вика Листунова выиграла у Ангелины. Неважно, они обе одинаково достойны этих слов. Естественно, запас такой довольно заметный у Виктории Листуновой. Но гимнастика остается всегда гимнастикой. Тут никто не может загарантировать проход всех четырех снарядов на равных. Ангелине, как бы скажем, нечего терять. Ей надо сегодня идти вабант на всех снарядах. А то немножко надо суметь себя рассчитать. Ты понимаешь? Ну вот как-то попробовать все-таки стабильно так же, если пройти. Так же стабильно и сохранить, казалось бы, за собой Перинса. Но ей будет мешать Ангелина для решения этой задачи. Все будет интересно, и мы будем за этим внимательно наблюдать. Вот они какие все выходят. Выходит как раз-таки сильнейшая команда. Они будут начинать с опорного прыжка. Ворона Яна, Мельникова Ангелина, Листунова Виктория, Перебеносова Ульяна, Агафонова Мария и Шклокова Алина. Вот это первая команда сильнейших, собственно, те, кто завоевал вчера с первого по шестую позицию. Вторая команда начинает с Грусьев. Там у нас Лейла Васильева, Виктория Муха, Елизавета Галкина, Николаева Юлия, Блотова Алена и Герасимова Елена. С упражнений на бревне начнет Дарья Ожегова, Юлия Бирюля, Варвара Зубова, Третьякова Мария, Кристина Казан, Анастасия Шилова, Анастасия Сманцер из Республики Беларусь. Тоже в финале сегодня. Ну и заключительный вид, вольные упражнения. Там у нас Софья Кудова, Полина Гребенкова, Губенкова, прошу прощения, Екатерина Третьякова, Анастасия Артамонова, Екатерина Боева, Яна Маткина и Дарья Жуковская. Вот, собственно, 24 лучшие по итогам квалификации, которые имеют право. Все достойны внимания нашего. Все достойны. И всем хочется пожелать легкого старта. Девчонки, постарайтесь продемонстрировать все, что вы сделаете нам. Сделайте все то, что вы умеете. Перед собой, перед тренером, перед болельщиками. Ну дай бог вам хорошего старта. Желаем удачи и желаем прекрасного, уютного просмотра для наших телезрителей. Представляют команды уже сейчас. Вчера хочется рассказать яркое наше выступление мужчин. Это был интересный финал командный и квалификация тоже. Он был со всех сторон интересным. Но, конечно, надо... Извини, я знаю, что у нас у всех свои симпатии. Нет, мы ко всем приятно, симпатично. Я хочу Даниила сразу выделить. Маринова. Маринова. Вот. Но как бы выглядел наш чемпионат, если бы не было таких замечательных героев мировой гимнастики, как Никита Нагорный и Артур Далалаян. Я не представляю. Они просто добавляли своим выступлением, своей конкурирующей ситуации, то один вперед немножко, то второй. И прям читаемые дружбы между ними. Вот это все видится, все смотрится. Это было такое оживление, как говорится, в процессе напряженной борьбы. И мне скучно. Было бы мне даже трудно представить, если бы я их не видела. И не только я. Я думаю, такое же счастье испытывают все зрители, когда наблюдают за мастерами Нагорным и Далалаяном. Ну, а следующим ребятам никто дорожку не закрывает. Идите, терзайте, творите, обгоняйте. Это всегда стоит спортсменов задача. Один отстоять свою честь, каждого следующего прогнать его отсюда. Это здорово. Это спорт. Это спорт. Он сложен из конкуренции. Да, быть не может. Но вот Нагорный с Далалаяном вчера, конечно, не лучшую свою гимнастику показали. Тем не менее, команда Москвы завоевала золото. Ну, кстати, хочется сказать, наверное, все-таки вчера мы выяснили, что у Дениса Аблязина действительно травма после колец. К сожалению, конечно. Я думаю, что он, наверное, чемпионат России на этом закончился. Это условно. Я тоже с ним виделась. Он, к сожалению... Ну, что сделаешь? Такая бывает судьба. А с другой стороны, я вам должна сказать, он весьма возрастной парень. И он всегда работал на пределе. Даже достаточно последний вспомнить старт серьезный на Олимпиаде, когда прям буквально решалась судьба, кому отдать золотую медаль или серебряную. Это все требует колоссального напряжения всего твоего мышечного состава, корпуса. Ну, сколько можно? Тысячи, сотни тысяч подходов делается к нарядам. А мышцы, они, как и колеса у машины, стираются, к сожалению. Амортизация имеется все-таки какая-то. А как он вчера пытался доказать свое мастерство на кольцах. И вот это вот перенапряжение. Ну, так я чисто по-человечески попробую объяснить. И у него не выдерживает где-то такой отрыв или что там произошло. Более точный диагноз нам скажет. Но, к сожалению, весьма серьезная травма, которая ему не позволит продолжить старт. К сожалению, да. Но желаем скорейшего выздоровления Денису. Возможно, он еще поборется, как говорится, на гимнастической арене. Но будущее покажет, скажем так. Но он у нас заслуженный мастер, олимпийский чемпион, призер серебряный олимпийский. Он неоднократный. Да вообще он подсобрал... По количеству медалей он самый титулованный в этом плане. Может быть, я не могу. Потому что я тебе помоложе два парня. По количеству, наверное, ранга именно, то по статусу ранга, то, конечно, на горный Далаян они... Да, потому что один трехкратный чемпион мира, другой и оба олимпийские чемпионы. Соглашусь. Вот очень правильная характеристика. Но в любом случае Денис не должен седовать на свою гимнастическую судьбу. Ему многое удалось. Безусловно, безусловно. Это история в спортивной гимнастике. Ну и мы переключаемся к нашим прекрасным дамам. После великолепного яркого праздника не дали им никакого дня отдыха. И вот это немножечко будет посложнее, чем мужчинам. Мужчины сегодня отдыхают, а завтра в многоборье они также в финале вступят уже с новыми силами. Есть день на восстановление, и это очень важно. Сегодня девушки должны будут на морально-волевых все-таки второй день подряд. Еще одно многоборье. Это очень непросто. Учитывая то, что вчера еще была такая достаточно затяжная трансляция. И имеется в виду соревнования. То, что пять команд, один выходной. Нужно было куда-то выходить, отдыхать. В общем, сложно. Об этом мы рассказывали. Это сложно было действительно со всех точек зрения. Все затихает в зал. Приступают к оценкам. Прыжок еще разминается. Здесь, как мы и говорили, есть возможность прыгнуть по два прыжка. Это по регламе соревнований. Но, как правило, на остальных снарядах дают по 30 секунд разминки на каждого человека. За исключением грузов. Учитывая техническую сложность этого снаряда, там разминка по 50 секунд. Еще один буквально сейчас прыжок пробует наши лучшие гимнастки. И мы будем начинать именно с него. Как раз-таки там первая будет стартовать у нас Ульяна Перебиносова из Москвы. Это интересно. Вчера она нам просто не попала. Несмотря на то, что она в результате достигла квалификации третьего места. Пара тренеров Ульяны, Ульянкина Марина Геннадьевна и Ульянкина Марина Николаевича. Наверняка сейчас болеют. Безусловно. К сожалению, сама Ульяна, то есть Ульянкина, она в Москве. А вот сейчас здесь отчитывается за результат ее ученица Перебиносова Ульяна. В связи Ульяна, Ульянкина, что-то мы много затормозили. Марина Ульянкина, тренеру я обращаюсь. Мы помним о тебе, знаем, что ты достойный тренер. Так что не переживай вместе с нами. И вот уже первый прыжок Перебиносовой. Спокойный. Крандат фляг первое. Но Мариночка и Ульяночка, я знаю, она прыгушка хорошая, но умеет прыгать. Но очевидно, такая была задача, сделать один первое. Для многоборья, я думаю, что сегодня она в принципе готова побороться в призы. У нее хороший результат. 53-966, почти 54 балла. Но в принципе, если с таким же результатом пройдет сегодня, то бронзовая медаль, я думаю, может быть на ней. Ну посмотрим, не будем загадывать, потому что очень трудно отгадать. Правда, прогнозы спорт не терпит. Совершенно с вами согласен. Но я хочу немножко обидеться на нее, потому что она легко, конечно, дружит с прыжком. А может лучше? Ну может, да-да-да. Ну ладно, вот уже все. Мы с вами начинаем потихонечку въезжать в соревновательную ситуацию. И наши нервы, наши эмоции, наше состояние будет меняться прямо-таки. Ну неплохое, неплохое начало было до Ульяны. Ну как нам не представить именно, я всегда ему отдаю эту добрую фамилию. С удовольствием, Ангелина Мельникова, дорогие друзья. И вот ее блестящий наряд, два винта, хорошее начало и блестящее выступление. Маленький подскоп, но это опять же такая мастерская страховка, я бы сказала. Она, конечно, классно летела. Она развивает шикарную фазу полета. Второй, давайте смотрим. Оттолкнулась и полетела. И это повороты по копеечке. Легко. Обратите внимание, как она сегодня попыталась держать ноги вперед, потому что у нее бывает... Частично разлетаются, но тем не менее сегодня было гораздо лучшее исполнение. Нет, нет, чище, намного чище и точнее. Так что здесь будет оценка сразу такая, которая позволит ей оторваться от конкурентов. Ну вот сегодня другая ситуация у нее. Она начинает с прыжка. Вчера первый снаряд у нее был бревной, и это какой-то психологический... Еще перед ней упала ворона. Дисконтроль, наверное, я не знаю, там получился. 14 баллов ей ставят. Нормально. Но, кстати говоря, судьи немножечко пожадничали, мне кажется. Ну, Имен, тебе когда ты наблюдаешь за Ангелиной, тебе всегда немножко кажется. Он не совсем объективен, так скажем, по-хорошему. Нет, Ангелина достойна. Хорошо все. Теперь давайте замираем вторично. Это Виктория Листунова. Лидер квалификации. Виктория Листунова, олимпийская чемпионка Токио в составе команды. Второй прыжок. В первой смысле у Вики. Так, Имен, давай я прыжнула. Значит, она прыгнула. Конечно, шикарно тоже. Вот мы сейчас имеем с вами возможность сравнить. Они две конкурентки рядом. Следом. 14-0 получила Ангелина. Не хуже прыжок первая. По фазам отлично. По положению ног. Сейчас мы еще раз с вами вместе увидим. Вот чуть-чуть так. Но чуть-чуть по разлету было чуть-чуть больше. На копеечный. Это мы с вами, милая, видим такую шикарную ситуацию. Нам раскладывают буквально по возможностям наблюдать за всеми ошибками. Я предлагаю такая же оценка. 166. А я вижу очень такое непонятное выражение своего дорогого друга. По фазе она выиграла. Если честно, она под длиней, подальше прибыла. И приземление было чуть получше, как мне заметилось. Что такое одна десятая? Ты же понимаешь, что это так же... Даже как бы я оборожаюсь на судью, не так посмотрел и можешь прыгать. Это у нас уже прыгнуло... Антона, что ли, девочка? Да что же я... Алина Шклокова, да, из Великого Новгорода. Кстати говоря, в составе команды завоевала вчера уже серебряную медаль. Но тоже два винта, смотрите. Девушки все выходят на такие уже достаточно непростые прыжки. Но это финалисты. Это все-таки лучшее. Непростые прыжки. Еще раз напомню, что это лучшее. Отобранные гимнасты в 24... 24 человека. И плюс это лучшая команда. Это значит в первой шестерке гимнасты. Вот она нам показала тот же прыжок, что перед ней продемонстрировала Листунова и Мельникова. Вот даже не надо обладать мастерством в суде какого-либо масштаба категории, что видно все недостатки формы полета, в смысле корпуса. Яна Ворона следующая, бронзовый призер вчерашнего финала командного, Воронежская область. Но всего лишь один пируэт. Пока. Ага. А уже кончилось сегодня подход. Одна попытка только. Так что с этим пока она будет идти... Имеется в виду на этом чемпионате, да, будем надеяться. Надо наращивать, конечно, обороны здесь, безусловно. А оценочку ты не видела этой девочке из Новгорода? А сейчас посмотрим. Ну ничего, мы потом вам обязательно повторим, потому что это все важно и все очень интересно. Ну вот 13-3 получила Ворона. Ну хочется сказать, что хорошая динамика идет в соревновании. 13-4 оценка Алины Шклоковой за прыжок. И вот 13-3, собственно, получает Ворона. На 2 десятых всего лишь ниже, делая прыжок на 4 десятых дешевле по стоимости. Вот что такое грязное исполнение. Есть такое выражение. Не чистое. Я когда начала объяснять, она не проконтролировала ноги. Это я говорю о девочке из Новгорода. А, безусловно, отлично выпрыгнула ее Ворона, но он значительно прыжок легче. Ворона сделала легче, но чище. Та сделала сложнее, но грязнее. И вот получил всего их в одну десятую разделение. Вот такой результат. И вот здесь, конечно, и тактика тренера, безусловно, играет большую роль, когда идет борьба за медали. На что все-таки сделать фокус? На сложность, но большой риск. Либо на простоту, но стабильность. А Гафонова-Мария тоже два винта здесь. И тоже очень неотшлифована. Очень неотточена. К сожалению, я даже сейчас говорю не потому, что у нас идут олимпийские игры, а идут наши соревнования на три. Поэтому, пожалуйста, товарищи, помните, что судей шесть человек. Они приглядываются ко всему. Вот как только сделают первый шаг на разбег, уже тебя начинают судить. И когда эта девочка выполняет, вот сама подсказывает, вот это, снимите у меня, за перекресток ног снимите, за неоттянутые носки снимите, за плохое приземление снимите, вот и получается такая оценка. Очень жалко. Серьезнее отходить к подходам на тренировках. Как Латынин делал, вот я вам честно так вспомню. Я сама ленивая была немного. Но она, если подходила, она репетировала то, что надо сделать. А я как получится. Две большие разницы. Прыжок уже закончили выступать девушки. Это самый, скажем так, быстрый снаряд для выступления. Еще первая ротация продолжается. У нас продолжают гимнастки выступать на бревне, в вольных упражнениях и брусьях. Ну и мы сейчас будем с вами наблюдать... Следующих. ...упражнения на бревне. Давайте. И выступит там Анастасия Артамонова из Самарской области. Анастасия Сманцар, прошу прощения. Из Республики Беларусь, представляющая город Минск. Очень приятно. Я всегда радуюсь, когда к нам в гости приезжают наши друзья. Это очень хорошо. И для самих гимнастов блестяще. Любая попытка оказаться на другом помосте, это очень важно для спортсмена. Ну вот, белорусские здесь тоже попали в финал в отдельных лидах. Там есть на одном, правда, снаряде. Очень рассчитывали они на попадание в вольные упражнения и на бревно. Но, как оказалось, там, где их сильная сторона, вроде бы, не совсем очень здорово вышла. Не первый раз уже принимают участие гимнасты и гимнастки в Беларуси в наших национальных чемпионатах. Сейчас такая тенденция идет, то, что и на Кубок Беларуси вроде поедет наша сборная выступать. Может быть, не самым первым составом, но, тем не менее, количество соревнований, да, оно, в общем-то, никуда не исчезло. Конечно, сейчас тяжелая ситуация. Мне хочется в некоторой степени оправдать наших лучших гимнастов. Безусловно, тренируешься, тренируешься, и хочется выход в обязательном, просто в обязательном порядке. А такие гимнасты, как Нагорный, как Мельникова, как Любовь Беларский, Дололаян, я не хочу ни одного пропустить, и так же Листунова, они же масштабы-то уже мирового, они почувствовали золото или победы на мировой арене, а сейчас ограничили. Вот эмоционально или замотивировать себя на сильной подготовке, ну, не для каждого. Ну, у кого-то наверняка это минусовая ситуация, она тяжелая, ее надо преодолевать. Поверьте, что вообще тренироваться монотонно, каждый день, двухразовые тренировки, это нелегко. Отлично, ну, держись, прямо отлично взлетело. Очень коварным началом это сальто назад, прогнувшись и на одну ножку на бревно, это здорово, это прямо крылья самолет летит. Она внешне хорошо сложена, и видно, такая гибкая девочка. Вот, за ногой следит, а руки теряет. Ну, два поворота было, да. Нет, она порот стеляла. Пока уверенно так. Да, а руки качаются, это просто тренер надо напомнить, последить. Балансировка. Да, вот слабеньких, два прыжка, потому что нервы. Как это, вот она, первый шпагат, она уже не рискнула развести до шпагата, а второй надо было есть поворотом, и сумасшедший, соответственно. Чуть поворачиваешься резко, слетает она, просто как слизывает прямо с этого, с брюма. Ну, давай акробатику. Ну, 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 что вы, вот думать она это не делает, она это элементарно. Первая, кстати, акробатическая связка была вроде бы... Да, вот связка не получилась. Фляг-глаш назад. А, первая, а вот сейчас она сделала сальто-махвой вперед, и при лучшем исполнении сразу войти в прыжок. А у нее пауза появилась в силу вот этой балансировки. Ну, значит, эта связка и будет не зачитана. Ой, здесь совсем не получилось, к сожалению. Да она берется за поворот, и я вам объясню, вот, Янна на имени здорово владеет. Но ей надо набирать трудность программы. Они, безусловно, строят дороже, чем прямолинейный прыжок. Вот отсюда и не совсем мастерское исполнение. Еще надо работать. Ну, это один такой, один из самых сложных, пожалуй, прыжков на 360 еще в шпагатах. Это вообще очень сложно. Это на полу нелегко сделать, а на бремне почти фантастично. Но она, по-моему, поворачивалась на 180. Первый раз на 180, да, сейчас попыталась все-таки на 360, но вот этого шпагата у нее не получилось, к сожалению, совсем. Да-да-да, но удержалась, это уже хорошо. Вот смотрите, какое красивое начало, да? Ну, чуть-чуть потеряла, безусловно. Это видно, что ошибка пока она. Вот поворотик, поворотик. Если бы еще контролировала руки, она бы еще больше могла повернуться. Ну, это фляк-бланш, да. Вот такая хроматика. Но, к сожалению, вот, ах, какая красивая, ах, какая сложная связка. Она стала стандартной. Стало стандартной, потому что каждый гимнаст ее выполняет. Да, казалось бы. Получается, переводится одно из другого. Когда-то начиналось как ультрасея, например. Это совершенно правильное развитие. Без этого невозможно. А сейчас она уже приобретает оценку стандарта. Что такое стандарт или что-то... Не дается никакой надбавки за это. Потому что возьмем чемпионат мира, ну, сборной любой страны, и каждый почти вставит эту связку. Да, здесь уже гимнастки выполняют акробатические связки из трех акробатических. Или с двух ног, например. Или с двух ног. Как на ковре прямо. Да, да как... Рандат, фляк, винт там. Это вообще и делали, мы видели. Так что очень... Ну, они набирают еще именно какими-то связками, когда соединяет там фляк какой-нибудь с поворотом на 100. Вот это такие ковырялочки, это такие трудные элементы. Кстати, Мельников все время свою связку делает противную, когда мы напрягаемся, глядя на нее. Посмотрим на нее тоже. Алена Глотова сейчас на брусьях. Ага, хорошо. Пульская область. Попка-то что ж так торчала. Помните, все стойки надо выключены быть до предела прямой. А начнем, может, пока. На подстраховке Константин Клужников, специалист в упражнении на брусьях сборной команды России. Тула, да? Ну, если мы вспомним с вами Тула оттуда Семенова, чемпионка мира, именно на брусьях. Ты говорил, тульская девочка. Да, да, да. А эта девочка, вошедшая в сборную команду страны уже, плюс с ней работает персональный специалист на этом снаряде. И мы тем более вправе, особенно я вот такая немножко вредная, добиваться надо сразу в процессе изучения абсолютной формы, во всех положениях, чтобы потом не наращивать ошибки. Ну, и тренер Лаврушина Светлана, тренер Алены, безусловно, может почти гордиться за первое выступление Алены. Очень красивый сальто ноги вместе на это шикарное было. Говорю, почти, потому что вот за счет той ошибки, ну, скажем так, не самое идеальное исполнение Алены было. До идеала это надо столько еще отпыхтеть. И, по-моему, конца никогда не бывает. Вот так вот. Нет-нет, она, безусловно, хорошо сделала. Вот прям теперь я немножко остановила себя. Нет, она совсем неплохая и хорошая девочка. И пожелать ей надо, чтобы она и двигалась вперед дальше. Ну, и вот хозяйка турнира здесь еще, Юлия Николаева, представительница Республики Татарстан. В команде им, конечно, не удалось завоевать медали, но есть прекрасная возможность побороться за многоборье, безусловно. Ну, почти сейчас было. Ну, кстати, хорошая такая плавная работа. Да-да-да. Молодец. Я, извиняюсь, молчала, Эмин, извини, пожалуйста. Во-первых, я ознакомилась с этой девочкой. Я вчера не помал, она нам не попалась. Обратили внимание, что абсолютная самостоятельность. Ни одного тренера рядом не стояла, да? Это норма для проведения соревнований. Но международный регламент диктует такие возможности. Если что-то, ай, ну, очень сложное исполняется, имеет право тренер подойти. Она делала нелегкое. Все очень-очень неплохо и просмотрелась просто раздольно. Хорошо. И я прям еще раз хочу высказать комплименты в адрес гимнастики Татарстана. Я вчера это воспевала, начиная Маринова и кончая. Всем-всем, где мы сейчас с вами находимся. Мы находимся в Казани, где блестящие идут соревнования. Здесь очень неплохое сальто. Неплохое, да. Ну, видите, вот если ты... Молодец. Близковато схватилась, да? Она дальше что-то подсогнуть вынуждена, но соображает. Вот это мне все нравится, понимаешь? Гимнаст, любой спортсмен должен еще головкой очень много доделывать. В квалификации ее результат был восьмой. 51-832. Маленькая еще она, да. В шестерку может она попасть. В 2005-го года рождения. Так что все впереди. Пятая уже старушка, ты хочешь сказать, нет? Наоборот. Я как раз говорю, что даже в этот момент не самое главное быть впереди. Себя привить на чем-то, заметить себя, обратить на себя внимание. Это очень важно. Лена Герасимова сейчас на брусьях. Чувашская республика, Чебоксары. Да, видите, какая география у нас. Участница Олимпийских игр в Токио. Как-никак. На бревне тоже заварила лицензию. Да, 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 да. Ну вот, видите, как бывает. Лена восстанавливалась после травмы, полученной летом того года. И вчера мы заметили уже, что, в общем-то, за такой небольшой срок она полностью восстановилась. Уже даже делает прыжки почти на 100%. Молодец, Лена, просто молодец. Она сделала весьма сложную программу и с таким архисложным элементом, то есть со скоком завершила. Опять же, говорится о том, что она очень уверенно справляется с этим видом. Тяжелейший вид в женском ногоборе брусья. Здесь требуется и физическая огромная сила, и какая-то координация невероятная. И вот эта смелость, что надо летать с жердя на жердь, еще походу надо сделать сальто и желательно поймать все-таки жердь опять. Это все очень сложно. Вот эти все повороты исключительно в стойках. Ноги вытянуты, руки вытянуты. Одни требования. Ни минуты расслабления, вот так скажем. А вот если сравнивать вольные упражнения, например, и брусья, что сложнее будет? Ну, скажем так, определяем сложность снаряда по периоду его восстановления после отдыха, допустим. Вот спортсмен выходит из формы, и ему нужно обратно вернуться туда. Поняла твой вопрос. Где сложнее подготовиться? На брусьях по выносливости, либо на вольных упражнениях? По выносливости, конечно, на брусьях быстрее подготовиться. Потому что выносливость на вольных упражнениях, она все-таки длительная, не менее полутора минут. Если про девочек, у вас тоже там 75, сколько секунд. Так что везде трудно. И абсолютно разные снаряды. Вот абсолютно мы потом с тобой после маленького отдыха... Подискутируем обязательно. Да, хорошо. Алена Глотова была лучшей на брусьях. Первый вид многоборья завершен. И сейчас уже гимнастки будут переходить к следующему виду, второму. Сегодня их будет всего четыре. Так что оставайтесь с нами, дорогие друзья. Смотрим интереснейший финал. Продолжение следует... 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 После Ангелины идет у нас Агафонова Мария. Кстати говоря, у нее тоже есть прекрасный шанс. Она от Перебеносовой, которая сейчас на третьей позиции была после первого дня, отстает всего лишь в 70-м. По сути, это стоимость какой-нибудь грубой ошибки. Ну, это правильно, это правильно. А сейчас Агафонова и за ней кто не видно? Перебеносова. А между Перебеносовой и Агафонова интересный результат. Сегодня 3 десятых всего, но мы учитываем еще вчерашний день. Поэтому пока на третьей позиции с учетом вчерашнего дня остается Перебеносова. Агафонова сократила этот 70-й, 70-чный разрыв еще на 3 десятых. Всего 4 остается ей догнать. Но это первый снаряд. Это только начало. Это только начало. Но хорошо именно то, что сейчас всю эту математику высказал слух, потому что тренеры, ты не представляешь, как они ревниво ко всем словам нашим относятся. И вот сейчас мы спокойно объяснили. Перебеносова, Ульяна, в силу того, что она заработала себе актив в квалификации, она остается на третьем месте. Это пока. Правильное слово. Пока. Дальше начинается самое интересное. Сильнейшая команда на брусьях. Переходит в упражнение на брусьях. Здесь, я думаю, они будут получать наибольшие, наивысшие оценки. Потому что именно на этом снаряде есть возможность вырваться, скажем так, вперед, получив 15, может быть, даже и выше. Кстати говоря, Виктория Листунова и Даниил Маринов по вчерашнему дню получили самые высокие оценки. И оба на брусьях. Маринов 15, 533 получил на брусьях. И Виктория Листунова 15 тоже на брусьях. Я сейчас обратила внимание на стартовый лист. Видите, как нам, прям для нас делают, для зрителя. Эти две конкуренты Мельникова и Листунова, они так подряд и идут рядом. Ну вот, дорогие друзья, к нам на комендантовскую позицию подходит двукратная олимпийская чемпионка Светлана Фоткина. Здесь сразу убегает. Сейчас, Света, подойди, пожалуйста, мы сейчас ее покажем. Потому что я знаю, все-таки это Хоркин явилась, а не кто-то. Пожалуйста, Светочка, постой, я рада. Тебя сейчас покажут, наверное, ты же все-таки наша... Убегает пока Светлана. Ну, рада приветствовать и таких высоких гостей на наших соревнованиях. Так что это приобретает особый статус нашего чемпионата. Конечно, конечно. И вообще, давай именно мы напомним, что у нас не только Хоркина сегодня с нами. Это приятно. Потому что не может гимнаст, прошедший вообще, отдавший, можно сказать, все свое здоровье, жизни, за Родину, и не явиться на чемпионаты России по гимнастике. Но не только Светлана Хоркина здесь, олимпических чемпионов. Маша Филатова, между прочим, из Лениса Кузнецкого здесь. И такая заводная. Так она переживает за все и все. Мы с ней сейчас разговаривали, вспоминали ее замечательную школу Манитева. Это просто сумасшедшая, хорошая школа, в которой даже готовились наши сборные перед Итальской Олимпиадой. Так что Маша, значит, она двукратная олимпийская чемпионка, тоже здесь в гостях. Из далекого Кузбасса. Ну, зависит от Нелениса Кузнецкого. Да, да. Теперь у нас, конечно, среди действующих сейчас сидит Алия Мустафина. Да, про Алию Мустафину я хотел бы тоже сказать. Она сейчас судит даже. Да, она судит, судит. К сожалению, мы сейчас не можем определить, где ее найти надо. Потому что по жребию каждый раз судьи садятся. Мы не можем гарантировать ее место. Вот она. Вот какая молодая. Ну, прости она, по-моему, сидит. Главное, она перед нами сидит. Вот. Нам это важнее. Так, Алия, мы тебя воспеваем. Ты звезда, ну, не знаю, пусть Светлана Хоркина слушает и ревнует. Я тебе скажу, что ты супер. Ты брусит так проделала на Лондонской Олимпиаде и на следующей. В Рио. В Рио. Так что ты умница. Ну, чуть-чуть повоображай, повоображай. Пальчики найдились. И вот, ну, это стручок. Это Светка Хоркина, которая вообще... Правда, надо называть Светлану Васильевну уже. Ну, подождет она. Она замечательная, безусловно. Она оставила сумасшедший золотой след в мировой гимнастике. Никуда не денешься. Здорово, когда есть такие кумиры у нашего молодого поколения, к которому можно стремиться. Они своими именами своими затаскивают в зал детей. Потому что все хотят. Они же приходят, дети маленькие. Я хочу стать Хоркиной. Или в мое время так говорили. Или я латыниной хочу. К сожалению, загарантировать невозможно. Это трудно. Но тренироваться надо. Готовься. Ну, или же родители, в том числе, просмотрев какие-нибудь соревнования, видят наши спортсмены, которые... Сейчас в основном родители соображают. И хотят, чтобы их дети были похожи вот на таких чемпионов. Чемпионов. Так что мы пока с тобой легко разговариваем. А что творится у стоящей на старте уже Ангелиной Мельниковой, что сейчас с ней происходит, это может ярко рассказать Эмин Горебов, когда подходил к прикладе. Светлана Хоркина, когда подходила к своему любимому снаряду. Я тогда проходила... Конечно, поэтому мы понимаем, что сейчас творится. А она должна оставаться артистской, внешне относительно спокойной. Как очень старается Константин рядом. До миллиметра хочет все сделать правильно. Это хорошее явление. Ну, вот этот момент, конечно, концентрации. И когда звучит сигнал, что 30 секунд остается до начала выступления, здесь нужно все собрать в кулачок. Клак. Так, хорошо. С верхней на нижнюю. Несколько перелетов показало сложнейших Ангелина. Здесь тоже здорово. Поворот. Еще один на 360. Молодец. Соскок. Вот это уже хорошее выступление. Это была Ангелина Мельникова. Извините, что я молчу. Меня приучили нервы. Когда выступает наш спортсмен, особенно наружу, на международной арене, я не могу, потому что мы все очень верим в приметы. Не говори ни под руку, ни под ногу, не улыбайся. Все. Она сейчас сделала все похвалы в ее адрес. Она показала класс работы. Она показала линию, она амплитуду. Вообще все так добросовестно, честно. Видите, прямые руки, прямые ноги. И дальше переходит. Вот это сальто вперед, как дирочный ножичек. Она более-менее прямые руки пришла, а не близко. Это очень трудно и очень здорово. И смотрите, как она сейчас выйдет. Вот здесь абсолютно попку надо убрать еще лучше. Вот это-то-то-то-то. И приехали. Чудо. Ангелина Молодец. Нет, по сбавкам, я думаю, минимальная сейчас будет здесь. Минимум, минимум. Вот так я даже скажу. Вот она нам сегодня второй снаряд демонстрирует. Прыжок у нее был хороший на 14 баллов. Сейчас она здесь получает под 15, я вам скажу. Это уже дело противных судей, которые сидят рядом. Они сейчас каждый будет изощряться, кто чего увидел. И откроет свои 6 оценок, товарищи. А всем угодить, особенно женщинам, это, сами понимаете, очень сложно. И вот сейчас очень здорово, дорогие друзья, когда есть понимание, да, как спортсменка обсуждает с тренером свои ошибки. Потому что зачастую спортсмен не всегда понимает, насколько сильно он ошибся. Это можно увидеть только со стороны. Бывает, что ощущения бывают ложными. Конечно. И вообще-то мне нравится, что наши редакторы это успевают показывать. Это здорово. Потому что это создает живую картину. Вот она, какая жизнь на этом помосе. А за ней стоит, как ей сейчас улыбнуться, Виктория Листуновой. Вот показывает две позиции. Это уже выдохнувший пытается подвести итог своей работы. А вторая еще вся в напряжении. Вся. 14.5. Ну, я сказала, под 15, я бы восстала. С Мельниковой. Но сложность, конечно, могла бы быть повыше у нее. Но давайте посмотрим Вику Листунову. Это два лидера нашей сборной. Вика делает новую связку, которую только на этом чемпионате добавила. Сейчас как раз поставить, снять перелет. Уходи, Сережа. Хороший полет на верхнюю жердь. И легкое переставление руки. Зачем? Немножко неудачно накладку поставила. И соскоп. Стоять. Высший класс филотажа. Стояльное приземление. Высший. Именчик. Имен у меня очень болеет за Ангелину. Я тоже за нее болею. Я болею за всех, безусловно. И молчать не буду. Я на некоторой интриги. Послушайте, пожалуйста. Что сейчас сделала Листунова? Вы знаете, это супер риск. Она выходила на эти сальтовые движения. Она ни на йоту не сгибала в локтевой части руки. Это значит, на пределе она отлетала от снаряда. И снова его ловила. Но я так проще вам рассказываю. Вот она. Тут счастья не убрать. Имен. Никакая артистка не может сохранить. Вот она сразу улыбается. От хорошей работы как можно удержать эмоции? Посмотрите, давайте ее посудим. Имен, давай, смотри. Посмотри. А, вот здесь она немножко поджала, потому что это сальто было. Дальше она будет. Прекрасно. Я когда ее смотрела, думаю, да чертовка, как же ты рискуешь. Вы посмотрите, какое тело длинное. И она не сокращает ни одну фазу полета. Вы посмотрите, сейчас раз. Идеально оттянуты ноги. Да, это можно ее не наблюдать. Ноги, она прям как, я не знаю, карандаши. Чисто. Так. И вот почему у нее так ножка подгуливает? Вчера я это заметила. Даже не буду говорить ей. Никогда. Она уже отработала вот этот вход в группировку. Сложно будет сейчас сломать вот эту технику. Это мы так с вами разговариваем. Мы знаем, что у нас никто в этом просто так. Ну, то, что ей надо выше ставить, это сколько ей поставили? 15-366. Друзья, но и сложность комбинации на полбала выше, чем у Мельниковой. 6-6 против 6-1. И плюс класс исполнения. И Минчик. Ну, все-таки я судья, ты помнишь, да? Отсудивший 8 Олимпиад, я тебе говорю, я не могу ее смотреть просто так. Она супер. Опа, девочка сейчас мучается на брусьях этого Антона. Жалко. Девочка завязалась практически. Вот это. Ну, это Воронежская школа. Я, извиняюсь, нам на картинке не показывать, но пауза такая приятная, счастливая. И счастливая в каком плане? Два наших лидера отработали достойно. Просто достойно. Это уже такие вот жалобы пишите только сами на себя. Ну, это уважение к этой девочке, конечно, очень легкий прыжочек, но она выполнила. Это девочка Третьякова Екатерина. Да, одна из сестер как раз-таки близняшек, которую я вчера действительно встретила. Ну, вот видите, мы ее и видели. Молодец. Потому что для таких гимнасток, очень важно выйти на этот контрольный помощь. Страшный, по-моему. Ну, что там, на чемпионат России подобраться вообще, это же уже мечта. Да, и здесь как раз-таки вот то, о чем мы вчера говорили, что чемпионат проходит именно среди субъектов Российской Федерации. Появилась география. Не просто из Южного федерального округа собирается команда из разных субъектов именно этого округа, а отдельный субъект. Поэтому и Ростов-на-Дону здесь, в общем-то. Да, все хорошо. Своей командой. Ростов, вообще-то Ростов, мы не удивляемся. Ростов – это супершкола гимнастики. Оттуда Нагорный, оттуда Уразово, оттуда еще ранее всякие там. Так что, я понимаю... Сафошкин. Кто? Сафошкин. О, это, да-да, Кольца. Кольца, да, помню. В цирке немножко поработал, потом снова вернулся. Да, здесь еще и... Ну, в общем, школа грамотная знает, что так вот. Так, вот давайте смотрим. Настрой у Лены Герасимова был перед упражнениями на бревне. Фантастический. Посмотрим, как получится сейчас у нее свое выступление. Я очень надеюсь, что реабилитируется за вчерашнее падение. Вот это трудная связка. Стоять здесь, переворот сальто. А вот видишь разница какая, это вперед вращение, а назад, когда флегбланш, стандарт, а это сложно, это поощряется. Хороший. Держись, держись, лапунька. Стоять, стоять. Вот это да. Маховый сальто, и сальто назад прогнувшись без остановки. Это на одну ногу приходит и сразу в сальто уходит. Это все пока она самое трудное делает. И хороший прыжок, почему-то немножко вторая ножка не слушается. Это маленькое разбавление, так скажем, но надо когда-то вздохнуть. Такая проходка или как хотите назвать. Вот это прыжок хороший со сменой ног и шпагат, и второй сразу в кольцо. Вы знаете, что мне хочется ее за что похвалить? Что она берется за сложные связки. И слава богу, ей немножко удается сейчас это все. И краешком глаза подглядим на брусья. Там Яна Ворона из Воронежской области работает. Может быть, у нас удастся. Там все здорово у Яны получается. Это тоже хороший второй снаряд у нее. Это важно очень. Они сегодня прям молодцы. И наблюдаем дальше за Алиной Герасимовой. Соскок. Стоять. Умница Алина Герасимовна. Почти, хорошо. И здесь вроде бы уже встала, но тело тащило вперед. Ну немножко потянуло ее, да. И она сошла. Не, за это прихватит. Немножко прихватит, конечно. Все-таки заметно было, что ее тянуло. Если бы она удержалась. Ну, как ты сам говоришь, на кольцах считается, когда секунда стоит. А когда ты спух, хотя уходишь, это не приземление. Ну очень здоровый радост на самом деле за Герасимову. Сегодня она смогла показать все свое мастерство на этом снаряде. В общем-то, что и хотелось от нее видеть вчера. 14-133 ее оценка. Мы сейчас с вами видим такие недочеты, что она вот тут немножко покачнулась, там покачнулась. Это все в замедленном исполнении. А вот как я с первого подхода, мы с вами смотрели на нее, это менее заметно было. Такие недочеты. Но главное, что она не убавила свою трудность, а сделала все, что ей надо было на бревне. Ну здорово, здорово. Да, молодец. Диана Ворона 13-2 за брусья получает. 7-7 исполнения. Что ж так мало получилось? Я не видела. Неужели было падение, может быть, в самом начале? Не могу сказать. Внимательно смотрели на бревну. Так, а сейчас у нас на брусьях. Мария Агафонова. В Воронеже. Ой, не Воронеже, а Новгород. Великий Новгород, да. Да, потому что я вижу Антона. Здесь Антон Крапивин подходит для страховки на всякий случай. Но очень важно не дотронуться до спортсмена, чтобы дополнительные сбавки не принести в ее оценку. Молодец. Молодец. Вы знаете, каждому немножко свое измеление. Эта девочка из Новгорода. И у нее такой активный вот этот тренер Антон Крапивин, что я вчера от души их поздравлял с тем, что команда Новгорода в этой конкуренции оказалась на серебряном месте. Это большой успех. Вот искренне вам говорю в спорте, это большой успех. Если бы это Москва сделала второе место, я бы сказал безобразие. Это все относительно, понимаете? А Новгород я на своей памяти довольно давней не помню второго места у Новгорода. Я просто за это их очень поздравляю. Особо высказываю добрые слова в адрес тренера Антона. Он, естественно, работает с бригадой тренеров. Всем огромное спасибо. И спасибо в том, что они правильно разобрались с гимнастикой. И они делают и доказывают. Не плачут, не стонут, не ходят. Там на кого-то жалуются, а меня засудили, какие там слова говорят. Нет, вот так вот, тихо, тихим сапом. Работают одним словом. И сидите. Мы на втором, а Воронеж, классический Воронеж. Школа Штукмана. Я им вчера награждаю, так сказала. Ребята, вам стыдно? Девочкам. Я говорю, девчонки, вы же воронежцы. Я говорю, значит, в следующий раз, чтобы вы забрались наверх, а Москва вы им не отдавайте. Я их так награждаю, когда они все понимают. Вот, так что, видите, все, каждому смотрим красивые листы. Ну, пусть чуть-чуть, пока еще не хватает. Может быть, сложности Маши Агафоновой для чего-то большего, да? Но, тем не менее, хочу отметить, что с каждым стартом, начиная с прошлого сезона, как мы начали наблюдать, смотреть и показывать, она все лучше и лучше показывает себя на соревнованиях. Правильно. Так, а кто у нас? Ульяна Перебеносова сейчас. Да, давай посмотрим. Но на Брусистского. Вот так вот. Я знаю, она и выигрывала. Пу-фу. Сейчас, не дай бог, что... Уже золотая медалистка по вчерашнему дню. Стоять. Стоять. Молодец. Молодец. Это Ульяна Перебеносова, Москва. И поздравляем сразу в силу моего знакомства с Ульянкиной, Марией и ее заслуженным тренером. Поздравляю, вы молодцы. Все. И вот здесь интересное противостояние как раз-таки между ними. Опять же, Агафонова-Перебеносова за третью позицию. Мы уже обратили это внимание. Яна Варона, я не знаю, насколько сможет все-таки побороться, потому что уже второй снаряд, да, у нее не самая лучшая, конечно, оценка. А вот Агафонова сокращает разрыв от Перебеносовой. А сейчас мы еще Перебеносовой дождемся, оценка. Да. Мы же еще не знаем. Перебеносовой дождемся. У Агафоновой 13-333. Так, смотрим. Вот это самое интересное, когда мы вместе с вами наблюдаем за ходом соревнований. И не только верхушки самой такой элиты. А вот они сейчас все пытаются приблизиться к первым позициям. Это здорово. Ну, давай Ульяна вот показывает нам ее. Нет, это уже другая девочка. Это Ульяна, да, все верно. Пока мы еще наслаждаемся. Да, повторим ее, да, да, все. Ну, Яна Ворона вот на 0,4 по сложности комбинацию сделала выше, чем Агафонова. Так. Ну, с исполнением как-то вот странно. О, 14-3 Перебеносова здесь. Ну, и трудность 6-3, конечно. Она отнимает. На балл и 2. Выходит вперед. Эта комбинация сложнее, чем у Агафонова. И, конечно, тот разрыв, который Маша попыталась сократить, он увеличивается. В этом случае, я говорю, невооруженным глазом видно. Она королева, не могу сказать, пусть там Маринка меня простит, но она дружит с этим снарядом. Именно это так важно. У нее сложная комбинация, у нее вот эти вот связки, особенно с перелетной. И она справляется хорошо, достойно. Марина, еще раз поздравляю, но надо выигрывать снаряд. И здесь даже Перебеносова сделала на 0,2 выше базу, чем у Мельниковой. Вот здесь, в этом случае, я не кусаю Мельникова, потому что Мельникова уже столько отпахала. А этой надо рвать, тебя тащить вперед. А Мельникова имеет право на том багаже. Имеет право. Вот со света, то есть, если бы она Листунова вошла, это было бы хуже. Я имею в виду по тросу, но там не дотягивается. Там вообще сложно пока. Разные ситуации в спорте бывают. И все относительно. Все относительно. Вот я бы комплименты могла сказать, например, любой, Ворона или Митрофанова, или кто там. Но я бы никогда не сказал такое, может быть, если бы увидела в исполнении Листуновой тоже. Разные измерения, разные возможности. Так, вот так вот у нас Листунова пока первая, вторая Мельникова, третья Герасимова и Перебеносова четвертая Митчика. Но это по сегодняшнему дню. Да, да, а их когда сложат со вчерашним днем квалификационным, ну мы с вами сегодняшний день листаем. А многие, наверное, имеют... И уже все равно, да, даже Листунова даже здесь на целый балл практически Мельникова обходит. Да, за два снаряда даже всего. Она зарабатывает резерв подстраховать следующий снаряд. Вы понимаете, что такое в гимнастике? Так, давайте посмотрим на вольные упражнения. Алтайский край представляет Дарья Ожегова. Ах, ты, инзаскоп, по-моему. Хорошие кусочки. Это какой город, ты сказал, Мельников? Барнаул. Ага, Алтайский край. Команда до Алтайского края. Ну, молодец. Конечно, ей найдено пока еще не догнать, найдено. Но я рада. Знаю все эти возможности, у них условия, все такое. Молодец. Она находится на чемпионате России, на главном помосте страны. И представляет город Барнаул. И пора бы им сделать прекрасные условия, этим всем труженикам, всем вместе взятым. Ой, 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 ой. С сожалению, не дотянуло до конца. Почему не дотянуло? Устают. Силы покинули. Силы покидают. Устают. Вы понимаете, я вам много-много раз рассказываю, что почти без дыхания ты творишь эти вольные упражнения, которые требуют от тебя выполнить акробатику, оттанцевать и как-то себя прококетничать, быть артисткой. И собраться на эту последнюю акробатическую линию, это прямо с Кольдомогилой, это очень сложно. Это не только девчонкам, это и мальчишкам точно так же сложно. Поэтому всегда думаешь, ну отдохни лучше, а стояние, вот это, ну немножко большая подготовка перед исполнением последней акробатики, если ты задерживаешься, это тоже сбавка. Я вообще, честно говоря, никогда не мог понять, у мужчин, в общем-то, есть паузы в вольных упражнениях, они прыгают только акробатические связки, а здесь без остановки полторы минуты еще и танцевать нужно. То есть действительно времени нет вздохнуть практически. Вот прям тебе скажу ни на что. Но они же умудряются во время тренировочных процессов два раза к ряду сделать вольные упражнения. Ну я знаю, так лучшие тренеры. Это вообще фантастика. Фантастика, да. Ну надо, потому что терпеть, это спорт. Да, и с удовольствием представим тренеров Дарьи Ольжеговой, Суслик Евгению и Андрееву Наталью. Да, я еще раз говорю, вы не переживайте ее, не надо ругать, она немножко еще не доработала, стало быть. Ну и вот вторая сестра Третьякова, уже Марье, здесь на вольных упражнениях. А я хотела сказать, опять Ростов на поляне. Ох ты, куда ж ты уплыла, немножко скривила линию и все равно зашла за контрольную линию. Хороший прыжок, какая растянутая девчонка. Еще раз хорошо, но носок-то надо тянуть. Мне трудно сразу сориентироваться, кто из этих сестер сильнее и лучше, пока я смотрю то, что это показывает. Ты смотри, как ее протащила на приземлении. Вот так, вот так. Ну это Ростов, я совершенно тут не удивляюсь, что они умеют готовить. Молодец, два винта легко. Ну а почему она согнутые ножки вышла в поворот? Молодец, здесь она обображала. Ну что-то уж долго она на полуколенях. Хорошо. Римин, давай попробуем на это, на где этих сестрен? Да, я сейчас как раз таки... Ой-ой-ой, как обидно, к сожалению. Это что, что это? Самая последняя связка акробатическая, два согнувшихся. Очень интересно, что именно такой, ну непростой элемент она в концовку посмотрела. В общем, непростой, она как раз показывала хорошую подготовку. Как-то прям досадно, очень досадно. Да, неожиданно, действительно. Так вроде бы все вольные, неплохо очень была. Очень неплохо, очень. Что ж ты такая маленькая? Ну здесь, конечно, Мария чуть-чуть посильнее была, нежели Екатерина в квалификации. Поддержите аплодисменты. Выше позиция. Ну ладно. Так, это гимнастика, это спорт. Тут никто не загарантирует, кто когда. Здесь, и вот то самое, роковое, пожалуй, приземление. Ах, как-то... Да, она сама не ожидала. Она даже лениво руки-то выставила, думала, что она обойдется без падения. Даже немножко ткнулась головой из-за этого. Может быть, технически вроде было все правильно? Нет, технически правильно. Она не отдохнула. Да, физика решила вопрос. Сработала. Ничего страшного. Квалификации у нее был результат... На Вольных или... 15-й. Ох, как интересно. Давайте на Алену Влотова посмотрим. И бревно. Ну давайте. Так. Хорошо. Опять хорошо. Эту серию она хорошо прыжковой смело. Сальто сальто. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ай-яй-яй-яй-яй. Держу вас. Вот, знаешь, что такое связка сальто-сальто. И она боковое сальто проделывает. Входит сальто назад, прогнувшись. Но приходит неровно уже. Как бы она не балансировала, куда бы она ножки свои не поднимала. Чтобы сбалансировать, сносится снаряда. Продолжать надо. Ну, конечно. Продолжать, безусловно. Вот здесь соединение тоже из трех. А смелая ходьба... Ходьба смелая, ты знаешь, вот эта вот... Она держит темп высокий на бревне. Незирая на падение, могла взглоснуть, как я выражаюсь. Но она не снимает темпы движения. О, молодец. И поворота пошла. Набрала, да, да. Хоть крючочком, хоть подъемчиком, но зацепила вовремя. Доехала до конца. Да-да-да. Здесь, мне кажется, легкое преимущество есть у Алены за счет миниатюрности стопы своей. И у нас есть задача. Именно. Легкое преимущество на бревне можно и у маленькой, и у высокой найти, если ты все делаешь. Здесь, конечно, мне понравилась она с темпом исполнения. Мне понравилась она в первой части до падения. Хоть, конечно, это была чистая уже ошибка такая, которая не поправит по ходу. Вот, смотри, какие хорошие прыжки. Два прыжка. Дальше, может быть, она претендует на кольцо. На кольцо не было. И вот здесь. Вот это все. И нашла же снаряд. Стопала на нем, но баланс не удержала. Я понимаю, на что ты намекал, как говорится. Она, конечно, невысокого роста, ей попроще стоять на бревне, чем высокой девочке. Той же, как Светлана Хоркина. Но Света не падала на бревне, она соображала, что падение – это коварно, это никогда не будешь золотой. Вот это одна из основных задач Алены дорасти до уровня Светы Хоркина. Но, в общем-то, прошла, прошла бревно свое Алена Глотова. Вот это хорошо. 13.066. Ну, да, если вот это вот падение убрать, конечно, сразу плюс балл, да. А трудность хорошая для бревна, 5.7, да. Ну, вот, это факт. Мы с вами сейчас наблюдаем то, что есть. И вот по сегодняшнему дню промежуточные результаты, дорогие друзья, дали. Стунова по-прежнему лидирует на целый балл, выигрывает Мельнику. Герасимова, кстати говоря, пока третья. Ливиносова четвертая. Плотова на пятой позиции. И Агафонова шестерку лучших закрывает. Я не ворони, надо чуть-чуть подсобраться все-таки. Ну что, и на этом заканчивается второй вид многоборья. Мы переходим потихонечку к третьему. И там сильнейшая команда уже переходит на бревно. Там будет интересно сейчас. Сейчас мы с вами будем часто не дышать, потому что болея за всех-всех, они находятся на бревне. Мы знаем, что это такое. КПП. Контрольно-пропускной пункт. Спасибо вам за вашу тему. КПП. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 А национальные чемпионаты Они пристальное внимание Спортивная разведка Существует как любая другая И правильно делают Мы должны не опаздывать В этом случае 14-1 была оценка У Вики Листуновы Тоже как и вчера не получились У нее упражнения на бревне Она вчера упала с этого Свиста Имеет ли смысл Включать гимнасткам такие экстрасложные элементы. Она за него получает 6 баллов. Ой, 0,6. Вот за твист, она к комбинации прибавляет 0,6. Падение стоит 0,5. Нет, 0,5 это ошибка, а падение балла. Падение не компенсируется. Ну, в общем, вот это, когда смотришь базу ее комбинации, вот она в базе участвует 0,6. Она поднимает очень высоко стоимость программы. Но вообще здесь оправданный риск. Даже с учетом падения, да, действительно получается, что она за 14 баллов оценит. Ну, вот здорово. За счет базы своей всей комбинации в сумме. Ну и за счет ее частоты вы видели оценку исполнения? 7,9. Если не падение, вот прибавьте еще баллы, это получается почти 9 баллов. Конечно. Я такого давно не видел, честно говоря. Она классная гимнастка. Я даже вот на это для себя не очень обращаю внимание. Потому что она выучена так. Ты не можешь, если тебя научили на перекладе не вытягиваться или там выполнять это, ты же не можешь повеснуть и начать как бы тренировать. Ну, уже не сможешь сделать. Что-то небрежно. Согнуть ногу или руку. Не можешь. Ты уже на автомате. У тебя уже запрограммирован класс твоей работы. Запрограммирован. Ты хулиганить не сможешь. Ну, если совсем какая-то бешебажность, я даже предположить такое не могу. Вот этот момент у нее решен. Она очень чистая гимнастка. Очень. Вот если мы сейчас ученицу Антона Крапивина на брусик, я видела, там немножко не так. Там немножко у него есть возможность с ней еще дорабатывать. А эти уже наверху. Ну, а вот, кстати... Ну, а вот, кстати... Закончила свое выступление Алина Шклокова. И довольно неплохо. Довольно неплохо. У нее без падений прошли все упражнения. 13-233. Да, конечно, трудность невысокая. 5 баллов всего лишь. Но, тем не менее, для себя, скажем так, мне кажется, работу она очень удовлетворительна. Нехорошо, Ворона. Вот сейчас мы ждем эту Диану Ворону. Сальто вперед. С подпрыжки, кстати говоря. Да, это нелегко. Это хороший элемент. Ну, что ж ты, успокойся. Ну, это уже простые элементы. Акробатическое соединение из трех. Но, увы, опять баланс потерян. Фляк-фляк-бланш. Ничего не дает. К сожалению. К сожалению. Видно, конечно, какая досада сейчас на лице у Яны. Вот это отлично. Это здорово получилось. Это отлично. Ну, сейчас, понимаешь, почему пошла? Она отлично. Она уже поняла, что она потеряла многое. А прыжок был просто королевский. Держаться. Маховый вперед. Прыжок шпагат кольцом тоже. Хороший, да? Вот ты знаешь, вот я каждый раз смотрю, она хорошо стоит на бревне. Хорошо себя чувствует на бревне. Но воли не хватает удерживать себя. Со скобкой, она согнувшись, тоже здорово. Ну, вот вчера как раз падение у нее было на прыжке в кольцо. И я подошел после соревнований спросить, как же так получилось. Она говорит, я, честно говоря, не понимаю, на ерунде абсолютно. Что может быть проще, чем прыгнуть в прыжок? Ну, вот у нее вот так вот, понимаете? Кольцо — это не ерунда. Это сложный элемент. Сама Яна объяснила этим, что... Ну, понятно, а для нее это не трудно. Для нее лично, она так себя ощущает, это не трудно. Но она находит другой элемент, на чем упасть. Находит другой элемент, на чем упасть. Ну и вот таким образом, увы, стабильность не нарабатывается от неудачных выступлений. А хотелось бы, чтобы... Понимаете, вот я сейчас преимущественно молчу, только потому, что я сама себе не могу ответить. Она, естественно, у грамотных, сильных тренеров тренируется. Она тренируется на хорошем снаряде. Она с хорошими специалистами, в хороших условиях. Ее, естественно, научили правильно работать на этом снаряде. Но вот теперь надо вывод сделать. А почему же я падаю? А почему же я еще раз падаю? Период, возможно, еще такой. Я до последнего буду защищать нашу гимнасток в этом плане. Ты мне прям помогаешь. Во мне, наверное, немножко такая вредность сидит. Возраст, может быть, еще не подошел. Потому что время, действительно, оно бывает, что гимнасты и гимнастки раскрываются чуть попозже. Я как-то думаю, иметь, ты точно мне должен сказать, сколько ей лет. Не хочется. Нет, но она еще достаточно юная, 2004 года рождения, поэтому... Да, ну, будем рассчитывать на это. Но здесь не стоит забывать, что тренер Геннадий Борисович Уфимов, тренер нашей любимой Вики Комовой. Да, ну, Комова вот еще была классическая. Вот если так вот хорошо ты вспомнила эту Викторию. Тенденция такая, да, спортсмена? Я влюбляюсь сразу. Комова в Лондоне была до такой степени красива. Вот то, что сегодня показывает Листунова. Вот так по чистоте. Это наша школа гимнастики. Конечно, я помню, как досадно там допускает ошибку девочка Гришина на вольных упражнениях. И наша команда проигрывает первое место. Вот этой досадой я прям досадой называю. Да, но у Вики была, конечно, особость ее работы. Ой, какая хорошая Вика. Я могу песню петь рядом с ней. Она была выше класса. Ну, кстати, совсем недавно тоже мы ее поздравляли. У нее родился ребенок. Блестяще вращается в шпагате. Значит, хорошо. Прямо как фуржин отскакивает. Ну, она такая погущая девчоночка. Прямо здорово, все легко делает. Когда ты ее похвалил за поворот, у меня было желание, наоборот, ее поругать. В повороте она на согнутой ноге стояла. Ну, ты посмотри, как она отскакивает. У нее прям точно вертикальный отход сверху. Это глотова Алена. Интересная концовка, кстати, такая. Вообще хорошая девочка. Девочка. Война висальта и сразу раз удивительная шпагатка. А вот сидит Наталья Смоленинова. Или это ее по-моему. Вот старший тренер Ленинграда. Михайловская. Да, сегодня она уже лет сто Михайловская. Но я просто так... Я просто с ней вместе выступала. Когда-то осталась она у меня в памяти Михайловской. Ой, Смолениновая. Это хорошая сама по себе была гимнастка. А сейчас уже долгие-долгие годы возглавляет петербургскую гимнастику. Да. Недокрутова здесь вот яблоко. Да, были ошибки, конечно, у Глотовой тоже. Там на заднем плане Агафонова на бревне, кстати говоря, работала. А Глотова какого дня? Дня рождения, года рождения, если ты мне подскажешь. Мне это очень важно. Алена 2005-го. Ага, она годик помоложе и вороны. Да. Это важно для гимнастов? Это год, это на самом деле целый сезон. Для нее это, конечно, плюс, а для другого... 13-133. Оценочка Яны. Это не ее оценка опять. И вчера была подобная. Вот этот прорыв не может произойти, к сожалению, у нее, но будем надеяться, у нас впереди еще и Кубок России в августе, в конце августа, который пройдет. Я корреспондент со мной беседовал из Белоруссии. У них тоже будут соревнования, но туда могут по желанию кто-то поехать. Кубок Белоруссии, который, да? Да, да. Наверное, кто захочет попринимать участие, так скажем. Вот таким, как Глотовый, Вороний, я бы ездила по всем стартам. Согласен, согласен. Я думаю, что как раз это решение будет принимать Андрей Федорович Родионенко, главный тренер команды. Хорошо, сейчас Юлия Николаева из Татарстана. А, ну тогда, да. Особо обратиться, обратиться в внимание. Такая очень милая гимнастка, так работает. Хорошая, хорошая гимнастка, да. Хорошо, прям по-гимнастически. Ой, как хорошо. Хорошая, богат. Так здорово, она это сделала. Достойный прыжок. Вот такие маленькие элементы иногда они отмечают. Молодец, молодец. Техника неплохая. Обратите внимание, ножки всегда вместе, вафляк, вайновое сальто. Игрушечка, игрушечка, я тебе скажу. Потом посмотришь, имен какого года рождения. Молодец, молодец. Она и темп держит. Ну, она уже комкает, уже не доделывает. Это устало. Уже в конце, конечно, немножко тяжело было. Прямо так и в облизочку и заканчивает. Умница, умница Николаева, это Татарстан. Тоже 2005 года рождения. Ну, понятно, да, хорошо. Тренирует ее Александрова Светлана. Очень приятно. Вот Александрова Светлане, надо сказать спасибо за свою ученицу. Молодцом. Если вы будете так же держать, она на следующем, через годик следующее, если я ее увижу, скажу, какая молодец девочка. Как подросла, как она убедила нас в том, что она хорошая гимнастка. А у них в Татарстане, именно, извини, у них, по-моему, тоже созданы все условия для того, чтобы гимнастикой здесь заниматься. Да, но здесь в Казани, вот как раз-таки на арене, в которой мы находимся, здесь прекрасная школа спортивной гимнастики. Да, это очень важно. Не только художественная. Я знаю, хоть он и называется «Дурец». Нет, просто гимнастики. А, тогда хорошо. Здесь есть и художественная и спортивная. Я не против художественной, но мне очень нравится, что здесь хороший зал спортивной гимнастики. Это очень важно. Именно тренировочный, да, не выступательный. 13,4. Ну вот, чуть-чуть сейчас время подойдет, когда сложность можно наращивать на каждом элементе. На каждом снаряде имеется в виду, а вот техника и стиль и база, она, безусловно, присутствует для нее. Она уже обучена неплохо, да. Вот мы в итоге, мы так скажем, Юлечка, ты молодец вместе со своим тренером. Так, ну а что у нас еще впереди? Готовится Мельникова на бревно. Здесь она завершает этот снаряд. Здесь самое интересное, что все остальные снаряды уже закончили свою работу. Остается только самое пристальное внимание сюда на бревно. Сейчас все, вот кто живой здесь сидит, как говорится, вообще все только смотреть будут на Ангелину. Это тоже определенная нагрузка для нее. Но это она. Это, как правило, такая жеребьевка совпадает с заключительным видом, когда лидеры самые последние остаются выступать. Ставят либо восклицательные знаки, либо просто точку. Да, особенно если какая-то интрига еще есть между тем, кто выступил. Да, она всегда есть. Чаще бывает. Так, ну ты успокойся, что ты уже носишься туда-обратно уже до миллиметра. Это нервность. Конечно, волнение, безусловно. Она уже ушла. Нет, все-таки еще миллиметр. Это тот самый момент, когда просто судьи еще выставляют оценку. Ты уже вроде подготовил свой снаряд. Тебе еще дадут 30 секунд. И здесь, помимо того, что и снаряд подготовить надо психологически тоже. А вот эта вот психология, она начинает дополнительные лишние движения вносить. Отлично. Вот тот момент, как раз вчера, на котором она упала, справилась. А то, что это сложно. Два прыжка сразу. Сосно, сколько бы прыжок. Молодец, молодец. Иди так же смело. Хорошо, и прогулялась назад. Ничего. Молодец. Соединение. И оно получилось? Тоже сложный элемент. Противный, я его называю противный элемент. Она его сделала хорошо. 720 в повороте тоже хорошо. Мне показалось меньше, но неважно. Два оборота. Хорошо, хорошо. Держаться. Арабская. Видно, как контролирует каждое движение свое. Ну, здесь остается сейчас удовольствие получить только от своей работы. Соскок. Двойной согнувшись. Ну, и получается сразу улыбка на лице. И расцветает Ангелина, в общем-то, после своих выступлений. Молодец, молодец. Ей именно так сегодня надо успеть. Да, реабилитировалась. И она это делает, да. И то настроение, которое она задала в самом начале, перед соревнованиями, оно, в общем-то, здесь отразилось. Да-да. Она, у нее остается ее коронный, я бы сказала, ведь вольное упражнение. Она умеет там себя продать, в смысле, по-хорошему, в хорошем смысле. Вот это все. Видите, как сложно. Хорошо, вот этот ракурс. Всего-то, навсего 12 сантиметров ширина. И опять себя успокоить. Прыжок, шпагат и второй поперечный. Прекрасно. Но вчера она, кстати говоря, объясняла вот то свое падение в самом начале, когда была запрыжка на ревнос шпагата. Да, на скоб, прыжок со сменой ног, да. У нее соскочила нога, она говорит, я, честно говоря, не понимаю. Это вообще впервые за пять лет такая история. Но она и второй раз там упала. Она на другом элементе вот так вот. Ну да, она временно однажды. Да, два падения даже. Потому и большой разрыв, она много нападала. Да, и в общем, она сама не ожидая того. Но здесь сразу подарок получает от своих болельщиков во время перехода. Ну так по-деловому, так это привычно. Но уже с другим настроением совершенно она уходит на следующий вид. Потому что она прошла его контрольный пропускной. А теперь я еще раз повторяю. Она выходит на вольное упражнение, где она королева. Я не могу сказать, что это снова меньшая королева. Но просто, коль мы сегодня смотрим, это огромный груз снят с них. И стоит другой. Но Виктория упала на снаряде. Это как бы то ни было, это минусовая такая реакция. Психологически немножко дамит ее. Конечно, конечно. Она тем более гордыня. Причем она саму себя. Причем она саму себя. Она не приучена проигрывать, унижаться, там падать. Ох ты, оценочка-то какая. 14,9. Ну и здесь, кстати говоря, будет немножко сложновато. Она только с бревна и уже нужно готовиться к вольнам. Заключительный снаряд у нас впереди, дорогие друзья. Самое интересное остается. Самое интересное остается. Самое интересное остается. Ну и у нас многоборье по сегодняшнему дню. Виктория Листунова 43,632. Мельникова отстает всего лишь на две десяточки с небольшим. Вот так и должна была идти везде борьба. С первого дня. Боже, да-да-да, это самое интересное. Герасимова вырывается на третью позицию. Ну не вырывается, скажем так, доходит до Перебеносовой. У них одинаковый результат. Чудо. Агафонова чуть проигрывает одну десятую от них. Ну в общем, интересная борьба именно сегодня. Если бы многоборье на самом деле было с нуля, вот это было бы, мне кажется, интереснее. Было бы сегодняшний определяющий день. Как по мне, все-таки именно в финал разыгрываться должен с нуля. Потому что все, что было в квалификации, остается в квалификации. И вот этот нерв сохраняется среди лидеров в любом случае. А то так бывает, что действительно первый день хорошо выступают, набирают запас себе большой. И в многоборе есть возможность расслабиться уже. Но все равно я знаю, что гимнасты и гимнастки, они каждый свой отдельный день между собой соревнуются, понимая, что выиграл кто-то или иной. Ну вот она сейчас в настроении, я вам скажу. Ангелина сейчас в себе. Потому что вчера ее нокаутировала. Мы с вами давно такого не наблюдали. Можно упасть. Она завалила просто свое выступление вчерашним днем. И сейчас она нам показывает, на что она способна. Из чего она из такого мастерства на королево-мировой гимнастике. Но, к сожалению, так регламент нашей страны, так наши старшие тренеры распорядились, они складывают эти два дня. А если бы мы взяли с вами, ну, сейчас условно, чемпионат мира, Европы или тем более Олимпийский, все решалось бы сегодняшним одним днем. Ну и вот как раз, смотрите, стартовый лист на вольные упражнения. Гимнастки из трех вчерашних команд, которые стояли на педестале. Москва, Воронежская область, Новгородская область. Вот они все здесь шесть первых. Очень приятно. Начинать будет Алина Шклокова. Из Великого Новгорода. Да. Из Великого Новгорода была однажды гимнастка. Я уже теперь забыла ее фамилию. На втором месте Алина Мельникова, Воронежская область, Владимирская область. 97 баллов. Сейчас она идет на шестой позиции, получается. Клокова? Листунова, Мельникова, Перебеносова, Герасимова, потом Агафонова, Глотова, кстати говоря. А потом даже Яна и Шклокова там, да, где-то восьмая даже. Да, да, да. Это нормально все. Новгородская область. Хорошо. В общем, у них и хореограф, я чувствую, хороший здесь. Я не знаю, где они ставили вольные упражнения. Смотри-ка. Ай-яй-яй. Это ж надо только сделать. Смотри, какую она хорошую линию ведет. И вдруг села. Ай, как жалко. Отход на первое. Это нужно было чуть сильнее вращение дать. Да, она здорово, акробатская вообще. Восплавен вентуа хорошо так было. Да, она научена замечательно. Это очень поинствующая музыка. Воинственная такая, здоровая. Я бы сказала, тяжеловесная какая-то. Можно... А девочка хорошая. Ну, давай, давай, шпагаты дорабатывай. Ну, честно говоря, в конце не понял я, как это внезапно закончились вольные упражнения. И музыка, да, как будто в какой-то момент оборвалась. Возможно, есть нюанс с этим. Нет-нет-нет, все она сделала нормально, что ей положено было сделать. Вот, конечно, ее придавило это падение сильно. Она не так эмоционально все это завершала. Ну, в любом случае, они возвращаются в свой Новгород с серебряными медалями. Это же здорово. Для них это, я думаю, очень хороший успех. И вот здесь вроде бы винт, да, один пируэт, и чуть-чуть плечи остались сзади. Это не так уже теперь важно. Как у нее на пятки и вышлись под опоры. Но это вот как раз-таки из-за того, что вовращение Сальтова она не дала нормально. Ну, чуть-чуть не додала, так скажем, да, и все. Нужно было ножки немного под спину подставить. Это именно так все это... Трудно, объяснимо для девочек. Ольга Митрофана-Булгакова, старший тренер сборной команды России. Анализирует выступление Шклоковой так же. Ну, а уже тем временем Диана Ворона начинает. Глабланжа. Ой, как хорошо приземлилась-то, здорово. Да-да. Молодец. Здорово. Задняя тоже очень непросто. Ошибка. Опа. Жалко так не дарить десятые. Ну, в целом, кстати говоря, очень неплохо, как мне показалось. Неплохо. Я не знаю, при чем тут, может быть, Кармен из нее какую-нибудь спальню делать. Это дело хозяйское. Она еще девчонка такая, понимаешь, ей можно... Но она неплохо еще. Да нет, она сделала хорошо вольные упражнения. Останьетами отыграла, в общем-то. Особенно последние позиции. Свои движения. Да, ассы соединила. Нет, все хорошо, все хорошо. На вольных. Все хорошо. Она и два баллонжа серьезных сделала, и трое задние сделала, и заканчивала она... Ну, неважно, в общем... Два согнувшихся, по-моему, да. Два согнувшихся, по-моему, да. Я сказала, да, все у нее было. Но тоже получилось уже после падения. Она тоже самое выдохнула. А, два группировных, да. А, два группировных, да. Ну, ничего страшного, это не так смертельно, небольшая разница. Ну, вот надо все-таки больше выступать, больше выступать, мне кажется. Это нужно, я вообще всю жизнь говорю, особенно девочкам. Не хватает ей психологического какого-то настроя, возможно. Девочкам это обязательно надо. Они должны тренироваться, соревноваться. Это обязательно, это не обсуждаемо, я бы так ставила. Так, вот эта девочка мне... 13,866, оценка Вороны. А при базе небольшая, наверное, ничего. 5,4. А, 5,4. Так, давайте посмотрим вот эту девочку. Она мне чем-то нравится, я пока посмотрю, еще не очень поняла. Ох, какая молодец! Как закрутилась, шикарно! Это я видела на разминке, я думаю, ну неужели это ее Антон? Ну и здесь на пластику обратите внимание, конечно, на ее. Красоту. Я, пожалуй, помолву. Стоять! Да, попробуем, просто создадим все впечатления, ладно? Потом расскажем. Слышишь, она отрабатывает каждый элемент. Видишь, она достойно делает эти шпагаты. Здесь сразу видно, что она удовольствие просто получает, играя с публикой. Да, ну ладно. Нет, нет, давай, ну-ка, поворотом справься. Высокой стойки справилась, а здесь решила немножко заводить. Ладно, мне так легко это все. Как бы она своими движениями это объясняет. Ну давай, спокойно. Ой-ой-ой, держаться. Да что ж ты такая, Жреша. Как она хорошо владеет поворотами на прямой стойке. Ну и все равно, смотрите, как радостно и как, в общем-то, для себя очень приятно заканчивает. Ты знаешь, она мне нравится. Она мне нравится. Я не знаю, с какого она года. Она немножко опаздывает. У меня такое ощущение. Но она молодец. Конечно, это неожиданное для нее приземление после акробатии. 2005-го тоже. 2005-го? Тогда молодец еще раз. Просто еще раз молодец. Нет, очень красивые вольные были. Она сделала все хорошо. Ну, приход на второй акробатической линии, ее прям ткнуло почти. И она не оперлась, по-моему. Вот здесь вот. Что-то произошло. Это два свинтона было? Да, там, по-моему, на обычной двушке. Да, да. Ну, вот неожиданно. Это даже для нас было и для нее сейчас. Уже в конце видно было, что подустала все-таки. Не хватило ей тоже этого вращения резкого отхода для того, чтобы двойное сальдо... Видишь, здесь заваливалась. Вот на высокой стойке красиво делает повороты. А в приседе, что самое легче значительно, она нашла ошибку. Вот здесь как раз эта та самая... Воткнулась ее. Видишь, как вышибает? Может быть, вот этот отрас такой от помоста? Да нет, я думаю, что просто не хватило ей отхода и высоты для того, чтобы ноги подставить. Ну, как она двигается? Как она двигалась? Хорошая, она женственная, да. Я посмотрела на Антона, он в течение этих трех дней уже похудел сильно. Нервничает. Это я честно вам говорю. Я его сегодня с утра увидела, думаю, да, вот она, доля тренера. Это тяжело. Научить тяжело, а потом за них сидеть. Не сидеть, он сидит, смешно сказать. Каждый день, в течение всей недели практически. Да, да, да. А так, 5-2. Тринадцать, 366. Пока еще трудность не супер. Ах, ну и вот. Она, конечно, на Говоре где-нибудь подалеко, но есть с чем работать, вот так я вам скажу. Ульяна Перебеносова. Ну вот она, кстати говоря, вот сейчас посмотрим, как... Ну, Перебеносова вольные тоже, конечно, классно делает. Для нее должны, они посильны для нее. Она прыгучая. Прыгучая гимнастка. Молодец, молодец. Ну уж так, не подскакивает, и все-таки на контрольном выполнении. Она плохо делает. Ты знаешь, у нее какой-то один период, я вспоминаю, как-то она немножко, вроде как, вставать начала. Но у Янкиной не знаешь, если она захочет. А это надо такое иметь качество. Ну-ну-ну, вот это вот такая дурь, я это называю, извиняюсь такое слово, но бесконтрольность. Легко справляется с акробатикой, такой допускает ошибку в приземлении. Раньше Денис Аблязин очень любил за линией летать. Это такое талантище тоже, но много ошибок, таких глупых ошибок, я считаю. Еще один подскок и двумя ногами, да? Да, 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 она вышла совсем. За ковер. Ну, здесь вот совпасть надо. В конце, да, немножечко ощущение было, как будто, да, уже расслабилось раньше времени. Она, ты понимаешь, некоторая несобранность, мне кажется. Вот при всей потенциальной возможности, у нее есть большая потенциальность такая, что она справится и с акробатикой, и с тем, и с тем. А вот себя распределить ровненько, академично выполнить, и жадно так, не давая своим конкурентам заступ за ковер раз, потом еще как-то неорганизованно приземлиться, вот этим она не располагает пока. Надо быть жаднее, ну, более жадной в этом отношении. Она легко справляется с акробатикой. Ну, вот так вот. Да, вот здесь такая нелепая, да. На полвала сразу, просто пробежала два шага, да-да, еще заступила. Еще, мне кажется, бывает такой момент, когда приземление-то, оно тоже требует физической силы для того, чтобы удержать себя на ногах. А у меня такое ощущение, что... А здесь это просто сохранность какая-то идет. У меня такое ощущение, что сегодняшние тренеры очень мало работают конкретно над приземлением в тренировочном процессе. Так что вот это надо очень, потому что на приземлениях просто вот так смотришь, ну, столько потеряно, проделывают комбинации, потом теряют. Да, ну, и вот результат, конечно, соответствующий. Скажи, какая. 4,9 база у нее всего была. Да, и оценка. И оценочка 12,633. Это не оценка Перебиносовой. Да, согласен. Надо, конечно, еще поработать, потому что она это может, у нее все это есть для этого. Так, замерли и отдыхаем. Восторгаемся. Вот так. Вот так. Браво. Еще раз браво. Здесь хорошо, и тут доворачивается тоже здорово. Ну-ка, разгони Пургу. Ну-ка, разгони Пургу. Отлично. Ну-ка, разгони Пургу. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот хорошую эту фразу. Нашел в конце. Молодец. Очень хорошо сделала. Чуть-чуть. Такое яркое и мощное выступление от Мильниковой. И она нам сегодня показала, что я живая, я красивая, я достойная. Возможно, это все-таки красные губы и цвет шампании. Да, шампань. Брызги шампанского. Это в цвете купальника. Яркие губы. Это такая агрессия некоторая. Так что, нет, самое главное, она мастер высокого-высокого класса. Это никуда не замазать. Здесь концовка, конечно, была вот именно точку поставила хорошую. И два согнувшись, и вот такой вот перескок на грудь назад. Встает, конечно, это тяжело. Молодец. Докрутилась. Высокое пальце. Ну, за что? Нет, 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 мне отказалось не уместиться. Все в порядке. Да-да-да. Пошли охотники за привидениями. Ой. Ты смотри, пыталась. Да. Да. Мне кажется, неожиданно для нее было приземление. Да, конечно. Вы представляете, при таком просто невероятном запасе она все равно хотела сделать как следует. И в конце была ошибочка, конечно. Как здорово, что они выходят на такой уровень акробатических элементов. Шумасшедшие. Наконец-то мы уже не просто два винта смотрим, да, какие-то, а здесь два с двумя в полугруппировке. К счастью... К счастью... Это не каждый действительно мужчина прыгает в такие вещи. К счастью, что мы имеем таких двух шикарных гимнастов. Все следующие... Олю Петровичу... Ольга Геннадьевна Петровичева тренера. Поздравляем, Олечка. Просто не у тебя ни Листунова, а красотка. Ну, здесь вот ей немножко тесно. Она не умещается. Она очень такая амплитудная, широкая, гимнастская. И здесь здорово, что она включает новый элемент. Ну, немножко приземление была ошибка. Это понятно и видно. Я в каком плане. Если она добавляет новый элемент, она растет всегда. А тот, кто рано начинает останавливаться, только идет шаг назад. А его пробовать только в составе комбинаций именно на соревнованиях надо. На тренировках, я думаю, там все очень здорово и просто. Там они повторяют неоднозначно, да. Но здесь все-таки еще здорово, что регламент позволяет вот эти маты страховочные постелить на очень сложные элементы. То есть не на все подряд можно. Именно. Это всю жизнь так было. Я не могу это в какой-то плюс кому-либо сказать. Я к тому, что на международных стартах такого не допускается. Ну, международные... Здесь все-таки... Все, мы проехали. Международный четкий регламент. А здесь это наша работа. И если мы не будем таки делать некоторые любезности, так скажем, для спортсмена, мы будем переворачиваться как кандибобили какие-то. Ну, и вот за счет сложности, конечно, на две десяток все-таки Листунова получает больше, чем Мельникова. Да. А у нее трудность какая? 6,2. Мельникова 6 баллов. 6. Вот они и разница. Вы только в этом, да. Вот я... Ну, еще... Мы с тобой ни разу не назвали, прости, пока у нас есть возможность. Мы Мельникову хвалим, хвалим. Имя тренера, пожалуйста. Конечно же, Ишкова Наталья и Денисеевич Сергеевич. Поздравляю. Они вдвоем, да, действительно. И Ольгу Геннадию Петровичу мы назвали. Волшебное выступление, которое украсило, ну, на все 150% сегодняшний день финала. Просто спасибо за высокое мастерство. Вот прям практически конкретно этим двум гимнасткам. Да, и пару Ивановых, конечно, тренеров Герасимовой тоже Василия и Маргариту. Хочется поздравить. Сегодня у Лены получились неплохие очень выступления. Да. А я еще хочу напомнить. Ганина Раиса Максимовна. Это хореограф Листуновый. И у Ангелины у нас хореограф. Не помнишь, да? Ну, мы завтра скажем обязательно. Извините, пожалуйста. Потому что они меняют вольные там еще. Ольга Бурова, наверное, сейчас. Предполагаю. Извинимся. Передули, да-да. Если мы сейчас не так, извините нас, пожалуйста. О, какая звезда после Листуновой. Смотрим. Гимнастка Лейла Васильева 2007 года рождения. Город. Из Владимира. Давай-ка, Лейла. Как же ей лошадку-то перепрыгнуть. Ничего себе, полтора винта. Вот это Лейла. Резко. Глотова один винт делала. Глотова. И Ворона один винт делала. И Ворона. Она вам полтора винта. Просто супер. Молодец. Молодец. Ой. Васильева. Как ты сказал? Васильева. Надо запомнить. Хорошая, хорошая, рыженькая девочка Васильева. Молодец. Владимир должен им всегда чем-то удивлять. Обязательно. Сейчас совсем скоро уже будут у нас итоги сегодняшнего дня. Итоги с учетом вчерашнего дня, безусловно. И определим. Так. 13-4. Но при трудности в 4-6. Молодец. Молодец. Главное, она перепрыгнула легко этот столб. Так. Сейчас у нас выходит еще Глотова. Давайте. Тульская область. Какую она покажет прыжок? Разбех мощнейший. Здесь один пироэтик. Это я считаю… Я не очень душевно хочу согласиться, потому что я не могу найти причин, почему не пробовать не то, что архи сложное, а двойной минуты. Он уже выучен, ну просто знаешь, как красивый почерк. Он выучен всеми тренерами техника. И все у нее есть для этого. И хочется все время действительно видеть, что по высоте, по запасу вращения есть еще спокойная возможность добавить еще один пируэт. Почему нет? Ну и вот Лаврушина Светлана как раз-таки вместе с Алиной. Я так думаю, они уже приглашены в сборную команду. Да, они тренировались сейчас. Уже не только Светлана должна помочь, а специалисты на прыжках должны помогать. Ну и вот Юлия Николаева, которая нам очень понравилась на вольных упражнениях. Казань. Катарстан. Стоять, поняла, она уже не встанет на ножки, потому что еще хлюпкие ножки, еще такой стручок еще не оформившийся. Ну Николаева ни в коей мере не ругаю. Взяли во внимание, будем ждать ее на следующих стартах. Да, 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 посмотри какая академия. Она так складочки хорошо. Все вырулил, но противный пол мешает жесткий. Все хорошо, не надо ее ругать ни в коем случае. Девочка хорошая. И Васильева мне понравился, эта рыженькая такая малявочка. Вышла и всем утерла нос. Эти по одному поворотику, а на полтора. Продолжается еще выступление на стажке здесь. Приятно. Нет, давай именно попробуем все-таки некоторый итог подвести. Вот мы вчера были свидетелями квалификационных соревнований. Конечно, нервотрепка чувствовалась естественная. Это нормально. И мы в чем... Я лично хотя бы за свое мнение. Мне вчера не понравилось многое. Мне очень было досадно видеть такое количество падений. Мне досадно. Сегодня, ну просто песня. Совершенно другое, согласен. И на Герасимову смотрим. Давай еще раз посмотрим. И настроение действительно более радостное. Лена Герасимова на прыжке. Полтора винта. Ой, как здорово. И вот здесь вот тот самый прыжок. Не буду опять повторять, что было. Но, в общем-то, она вернулась. И это очень здорово. И мы надеемся, что она сейчас будет наращивать только обороты. И со всей силы врываться в сборную. Молодец. Мы уже много раз поддерживали. Она достойна нашей поддержки. Ну, здорово. Сегодня у нее тоже получились соревнования. Падений практически не было. 13.666 ее оценка. Ну и что? Потихоньку у нас завершаются соревнования, дорогие друзья. Совсем скоро подводим результаты. Спасибо. 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 Восьмой позиции. Спасибо. . Спасибо. И все очень важно. Спасибо. 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 Восьмой позиции. Восьмой позиции. Восьмой позиции.